добрый день дорогие друзья рад вас приветствовать и сегодня мы с вами попробуем настроить sniffer charles proxy на mac os на симуляторе айфона и на айфоне и так заходим на сайт charles proxy ком переходим во вкладку download видим что charles proxy доступен для windows mac os и linux нас интересует mac os скачиваем я подготовил небольшой план которого мы будем придерживаться при установке чарльза как видим он не такой большой всего четыре пункта нам необходимо запустить charles прокси на mac что мы сейчас и делаем запускаем соглашаемся и устанавливаем charles на наш мак кликаем на установку наш кувшинчик начал подпрыгивать прогружаться и нашей первой целью будет заснифать трафик браузера на самой мак оси открываем как мы видим наш чарльз запустился и первым делом нам необходимо установить сертификаты переходим переходим во вкладку help ssl proxing install charles root сертификат далее заходим в наш кейчейн вводим в поиск чарльз и видим что у нас появился красный крестик который говорит о том что наш сертификат isn't trusted следовательно нам нужно установить доверие к этому сертификату нажимаем на него нажимаем на вкладочку trust в drop down меню соглашаемся и закрываем вкладочку после этого он у нас попросит пароль вводим пароль после чего вводим чарльз еще раз поиск и видим что наш крестик поменялся на такой вот синенький плюсик и теперь наш сертификат установлен и мы можем снифать трафик непосредственно из нашего браузера но перед тем как это сделать нужно зайти во вкладку прокси и поставить галочку напротив mac os proxie далее нам необходимо чтобы все подключения без исключения осуществлялись через чарльз прокси со всех девайсов как с которым мы будем снифть трафик для этого мы переходим во вкладку прокси ssl proxing settings нажимаем кнопочку add и пишем сюда звездочка . звездочка окей окей если нам необходим какой-то конкретный хост его необходимо будет добавить сюда для того чтобы проверить снифается ли трафик через наш браузер заходим в браузер давайте для примера перейдем скажем в google и моим ожидаемым результатом будет то что ожидаемым результатом будет то что у нас побегут запросы google и да мы видим запросы гуглу побежали давайте перейдем на какой-нибудь сайт к примеру на youtube и видим да произошел переход на youtube мы можем раскрыть посмотреть наши api посмотреть джессон файл а как выглядит запрос его структуру и так далее и так значит мы справились с тем чтобы установить чарльз к нам на на макбук и вторым по плану у нас была установка чарльза на симулятор запускаем наше приложение которое мы скачали на прошлом уроке наш to do list запускаем x-код очистим всю вот эту историю нашу чтобы она нас не путала отключим пока проксирование каем наш симулятор важным будет тут то что при при настройке устройств и устройство должны быть в той же сети интернет сети что и сам макбук то есть если вы находитесь дома это должна быть одна вай фай сеть итак наш симулятор запустился переходим в браузер и для того чтобы начать снифать трафик из браузера нам нужно скачать ssl сертификат на симулятор в адресную строку вставляем пишем charles proxy ssl get прошу прощения дед появится вот такое сообщение поставим галочку на мак прокси а нажимаем allow и видим что наш профиль успешно скачен переходим с этим кс и нашего симулятора переходим во вкладку general переходим во вкладку девайс менеджмент видим наш charles proxy сертификат нажимаем на него но видим что он не верифицирован и мы должны его установить устанавливаем а теперь мы видим что у нас появилась зеленая галочка верифайт выходим отсюда и переходила вкладку about сертификат trust settings вот этот тоггл нужно будет изменить на активное значение активное положение и нажать continue и теперь нашим ожидаемым результатом будет то что при входе в браузер на нашем симуляторе мы будем снифать трафик давайте очистим наше поле в чарльзе чтобы оно нам не мешало переходим в симулятор и входим в google и видим да наши запросы в google побежали для чистоты эксперимента перейдем еще на какой-нибудь сайт вот примеру на яндекс и да видим вот наш запрос на яндекс вложения все это можно посмотреть но это уже в следующих уроках и мы переходим к нашему финальному четвертому пункту и нам нужно установить сертификат на само мобильное устройство для этого я подключу свой девайс для транслирования и так мы видим реальное устройство у нас на экране и единственным отличием подключения проксирование через чарльз от симулятора будет здесь то что нам нужно настроить сеть для этого нам необходимо узнать наш айпи адрес это делается достаточно просто переходим в чарльз вкладочку help local айпи адрес и тут мы видим наш айпишник лишник который мы должны ввести в наши настройки сети переходим в нашу вайфай сеть повторяю она должна быть такой же как на mac os то есть если мы находимся дома наш компьютер и наш девайс должны быть в одной вайфай сети переходим настройки вайфай сеттингс нажимаем листаем самый низ и чтп прокси конфигурация прокси автоматическая стоит нажимаем и переводим наш режим с автоматического в мануальный как мы видим у нас открылась три поля в поле сервер мы забиваем наш локальный айпи адрес из mac os который мы получили через вкладку help вот эти вот циферки порт выставляем 4 восьмерки сохраняем и так сеть нашу мы синхронизировали осталось установить сертификаты таким же образом как и на симуляторе за теперь в нашем браузере на мобильном устройстве заходим в на сайт чарльз прокси get sr и скажешь сертификат allow видим что наш профиль успешно скачен закрываем и переходим с этим так же как мы это делали на нашем симуляторе переходим во вкладку general листаем и находим вкладку профили переходим нее и видим что у нас тут появился профиль чарльз прокси который нам так же как и на симуляторе необходимо верифицировать нажимаем на него нажимаем install вводим пароль от нашего девайса install и видим что наш профиль верифицирован затем выходим из вкладки и заходим еще раз general about спускаемся в самый низ и нажимаем на табу сертификат 1 settings перемещаем наш тоггл в активное положение и нажимаем continue после этого наш трафик должен сниться и так чтобы проверить что у нас все работает нам необходимо перейти в браузер телефона переходим в google и смотрим наш трафик начал сниться наши запросики начали уходить и для чистоты эксперимента давайте попробуем перейти в приложение на нашем мобильном устройстве и так же видим что запросики начали уходить и так дорогие друзья и очень важный момент после того как мы поработали с нашей сетью нам необходимо вернуть ее настройки чтобы наш вайфай работал для этого нам необходимо перейти в вайфай вайфай сеттингс нажимаем на нашу вайфай сеть скролим самый низ находим вкладочку и чтить и прокси конфигурация прокси она у нас стоит в мануальном режиме вручном режиме нам ее необходимо перевести в автоматический режим ставим галочку сохраняем после этого наша вайфай сеть автоматически подключится и так дорогие друзья сегодня мы установили чарльз прокси на наш компьютер заснивали трафик с браузера заснивали трафик симулятора айфона и заснивали трафик с оригинального устройства в следующем уроке я бы хотел рассказать как устанавливается фиддлер если есть какие-то комментарии или пожелания по темам пожалуйста оставляйте в комментариях всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайк пока